В эфире телерадиокомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Одессе состоялось очередное заседание исполнительного комитета. В каждой шутке есть доля шутки. Несколько десятков неравнодушных одесситов провели протестную акцию возле Одесского театра оперы и балета, требуя застроить Одессу. Клубный чемпионат Украины по классическим и быстрым шахматам состоялся в Черноморске. В одной из дисциплин одесская команда «Папашон» заняла второе место. НАБУ продолжает следственные действия по делу Краяна. Как сообщает интернет-ресурс «Слово и дело», на сей раз детективы НАБУ провели обыски в квартире депутата Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Василия Шкребая. Как сообщает интернет-издание, «Слово и дело» детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в квартире председателя комиссии Одесского городского совета по вопросам коммунальной собственности Василия Шкребая, которого подозревают причастности к растрате 185 миллионов гривен. Как пишет «Слово и дело», об этом говорится в решении Соломинского районного суда. Во время следственных действий детективы обнаружили жесткий диск, на котором находились данные с резервными копиями четырех устройств Apple. По результатам проведения обыска указанный носитель информации был изъят и направлен в НАБУ. Как отмечает издание, по мнению детективов, на указанном жестком диске могут содержаться фотографии, телефонные справочники, контакты, электронная переписка, сведения о связи с помощью СМС-сообщений, специального программного обеспечения, вайбер, ватсап, телеграм и так далее, которые включают в себя сведения об обстоятельствах, по которым осуществляется досудебное расследование. В бюро просили суд предоставить доступ к жесткому диску и сделать копии. Судья ходатайство удовлетворил. В Одессе состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Последний весенний день был отмечен докладом об исполнении бюджета за первый квартал нынешнего года, вопросами капитального строительства, архитектуры, а также жилищно-коммунального хозяйства города Одессы. В Одессе состоялось заседание исполнительного комитета. На самом деле ничего выдающегося, если, конечно, не считать выдающейся скорости, с которой члены исполкома имеют обыкновение принимать вопросы по веске дня без обсуждения и всеобщим одобрямцам. Но нет, на этот раз все-таки удивили. Так удивили. Посетители мэрии на Думской площади встретили четыре огромных мусоровоза. Ну, во-первых, все желающие могли хотя бы посмотреть на то, что должно ездить по городу и убирать мусорные завалы. Но почему-то пока делает это из рук он плохо. А во-вторых, не могла не удивить многофункциональности этих мусоросборников. Оказывается, как объяснили чиновники, эти мусоровывозящие махины могут не только вывозить мусор, но и собирать снег. Осталось дело за малым. Понаблюдать, как в Одессе будут убирать снег летом и не вывозить мусорные кучи зимой. Апрочем, давайте о хорошем. Например, о бюджете города за первый квартал. С ним все хорошо. Если судить по отчетам главного специалиста по финансам в нашем городе, в скором времени будет еще лучше. Другой вопрос, что его исполнение почему-то все никак не сказывается на общем благосостоянии нашего города. То есть, вроде и бюджет растет. Да что там пухнет с каждым днем, а на самом городе это почти никак не отражается. Фасады валятся, дороги дырявятся, лифты падают. А малообеспеченные граждане, если пухнут, то исключительно от голода, потому что на прожиточный минимум прожить можно исключительно в отчетах чиновников. Зато радует, в домах одесситов будет тепло. Но не то чтобы сразу, не то чтобы уже в ближайшую зиму. Но на исполкоме рассмотрели вопрос, согласно которому КП, агентство программ развития Одессы, назначено заказчиком по проектированию систем теплоснабжения в Одессе. И это несколько странно. Поскольку, как отметил присутствующий на заседании депутат городского совета Алексей Еремица, это КП уже успело отличиться на проектирование квартала у нефтеперерабатывающего завода. Да так, что доделывать его вынужден был департамент городского хозяйства. Но это ничуть не смутило одесских чиновников, и они снова делегировали бюджетные деньги этому КП. У меня такой вопрос. Насколько ли действительно правильно давать этому коммунальному предприятию функции этого замовника? Почему сразу не передать эту функцию, допустим, тому же городскому хозяйству? Честно говоря, так я не понял, в чем мы это не делаем и в чем функция этого коммунального предприятия. Если можно, как-то прокомментировать все-таки. Ответить на вопрос депутатов, разумительно, так никто и не смог, да, наверное, и не хотел. Среди принятых вопросов – отведение земли ряда коммунальных учреждений. В частности, детский сад расположен в Воронцовском переулке. Накануне в социальных сетях многие высказывали сомнения. Не окажется ли после землеотведения этот детский садик совсем не детским, и не садиком уже, а площадкой для строительства. Геннадий Труханов на все эти подозрения и сомнения даже некоторым образом возмутился. Мол, вы что, не знаете, что у нас все лучшее детям, в том числе и коммунальные детские садики? У нас, знаете, любят поднимать бурю в стакане некоторые общественные деятели. Мы практически на каждой из нас исполнительного комитета выносим решения, готовим, по мере готовности, проходя процедуры все, оформляем коммунальную собственность, наши детские сады, отводим под них участки, приводим соответствия. Ну, приведут соответствие, и главное, в какой именно и с чем покажет время. Поскольку ни для кого не секрет, что именно по этому адресу сейчас ведется стройка в доме стеней. Как мы знаем, с умением наших властей превращать любые объекты, стройплощадки, в нашем городе возможно все. Как говорится, вопросов нет. В Одессе прошла необычная акция. Несколько десятков неравнодушных одесситов выступили с категорическим требованием. Застроить театр оперы и балета. Причем, по мнению активистов, сделать это надо как можно быстрее, чтобы власть окончательно могла уничтожить город. Вы только посмотрите, как дивно может выглядеть наш театр оперы и балета, если городские власти, наконец, обратят свое драгоценное внимание и на него. Одесские архитекторы тщательно подготовились и готовы предложить внимание потенциальных застройщиков. Весьма любопытный проект, где все как любят в нашей мэрии. Есть подземный паркинг, вместо пространства, театральной площади, где просто газоны, есть еще один паркинг, чтобы больше машин вместилось. Ну, дополнительные еще пять этажей, бассейн наверху, потому что, ну, как бы, вверху сетевой отель планируется, и чтобы отдыхающие могли на море смотреть и купаться в бассейне. Еще и бассейн предусмотрим. В общем, все как положено. Вы знаете, это шикарный проект. Во всяком случае, смотрите, что нужно сейчас. Сейчас нужно что? Развлечение. Ну, вот представьте себе, мы приходим с вами в оперный театр, два часа сидим и нифига не делаем. К чему это? Зачем? Когда можно пройтись по торговым точкам, что-то покушать, что-то купить. В всяком случае, вы понимаете, я был на реставрации этого театра, и когда убрали кресло, там же можно сделать футбольное поле. Об этом мало кто знает. Там можно играть в футбол. А сверху, конечно, построить такой большой, красивый, стеклянный склеп. В самом деле, сущее безобразие. Стоит себе огромное здание в самом центре Одессы. Никем и ничем до сих пор не застроено. Непорядок решили неравнодушные одесситы и организовали акцию. Даешь застройку оперного театра. Ах, Одесса! Нет живого места! Ах, Одесса! Нет живого места! На самом деле, одесситы уже просто устали от того, как мучительно, шаг за шагом, мэрией и застройщиками убиваются Одессы. И потому главное требование протестующих – снести все к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. В смысле, все подряд. Сносить быстрее, сносить увереннее, сносить все подряд! Все неправильно. Надо сносить не совсем это здание. Надо сносить все от старопорта Франковской, все, что внутри находится, все к чертовой матери. Потому что это все пережитки прошлого, это никому не надо. Надо построить, закатать все асфальтом к чертовой матери. И на этом месте еще, ну, самое главное, чтобы были эти машинки с кофе и новострои из бетона. Когда мы гуляем по Аркадии, как это красиво. Я считаю, что вот такого вот аллея в Аркадии нужно дойти до моря, до Буя. Вот. Аркадия до Буя. Это же тоже нужно сделать такую акцию. Мы можем, вы смотрите, 1700 мест в театре здесь, 1300 мест в театре Апериеты. К чему это? Зачем? Кому это нужно? Это вообще, это нонсенс. Мы идем в современный мир. Понимаете? И нам нужно все новое, новое. Мы должны снести все это старое и построить Одесса-сити. Вы скажете, это чересчур. Но почему же? Ведь в нашем городе все к тому идет. Ведь собираются же застроить дворец моряков на Приморском бульваре, пендюрить торговый центр на таможенной площади, сразу залит музеем, в конце концов, летний театр, насчет которого у застройщика далеко идущие планы по превращению его в ТРЦ. Стало быть, чего мелочиться? Даешь, йоперный театр везде. Конечно, мы шутим, но это, скажем так, гипербола. Кто-то решил. Мало того, очень многие всерьез, но это в интернете вчера появилась эта новость, очень многие ее всерьез восприняли. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Есть такое понятие прогноз развития города. Есть благоприятный прогноз, есть неблагоприятный, есть реалистичный. Вот проект надстройки над оперным театром – это неблагоприятный прогноз, но в нем есть доля реальности, скажем так. Нам нужна от городских властей внятная, понятная стратегия сохранения исторического центра. Нам нужна понятная стратегия развития Одессы как туристического центра. Нам нужны нормально работающие органы контроля и органы, что там у нас, те службы, которые занимаются сохранением архитектуры. Я бы настаивал на воссоздании в городе нормальных реставрационных мастерских. И когда вот хотя бы этот минимум требований будет выполнен, я думаю, в городе уже кардинально изменится ситуация. А пока, к сожалению, ситуация вовсе не вызывает смех. Бетонно-склепное многоэтажное великолепие потихоньку сжимается на горле города. Еще чуть – и Одесса задохнется. Так что предложение «Продлим Аркадию до буя» в общем-то в каком-то смысле уже не вопрос, а констатация факта. До буя мы уже, кажется, приплыли. Одесская мэрия сознательно сокращает городской бюджет. Один из видов дохода – местные казны сборы с автомобильных парковок. Низкие тарифы, установленные горсоветом, приводят к многомиллионным потерям. Точный размер убытков чиновники даже не называют. Миллионы складываются из копеек и разбазариваются точно так же, особенно когда к делу подключаются депутаты и чиновники. Вроде бы плата за парковку мелочь, а набегают по городу те самые миллионы. Если бы с них брать сбор как положено и отдавать бюджет. Но наши депутаты некоторым, очевидно, особо близким предпринимателям помогают разбогатеть. Им установили пониженный тариф. На мой взгляд, в городе Одесса целый ряд физических лиц-предпринимателей пользуются безосновательной льготной ставкой сбора по статье 268 Налогового кодекса Украины. У меня есть неоднократное обращение в адрес департамента финансов, департамента юридического, где мне разъясняют, что МИСКРАД имеет право давать такие льготы при наличии определенных критериев. В результате, по данным городского департамента финансов, только за 2016 и 2017 годы бюджет Одессы потерял 75 миллионов гривен. Но есть основания не верить чиновникам. Убытки бюджета города за 2016 и 2017 годы не определили. Это 75,5 миллионов. А за период с 2011 по 2016 год, вот как раз когда этот процесс возглавлял Гакунич, даже такой опытный авторитетный финансист, как Бедрега, пишет, что определить эти убытки ей не представляется возможным. В апреле общественник Михаил Ненна обратился в депутатскую комиссию горсовета по планированию бюджету и финансам. К его доводам не пожелали прислушаться. Пришлось прийти на заседание снова. Активист потребовал представить юридическое обоснование снижения тарифов. Выяснилось, что сумму сборов горсовет утверждает по просьбе самих парковщиков. И вы пишите дальше, что на основе этой информации из стран, из парка сервиса поступает информация о размере рекомендуемой ставки. Мы установили ставку, выводы по посолкам не давали. Председатель комиссии предложила общественнику разъяснить юридические основания установления тарифов на личном приеме. Как бы там ни было, а экономическая деятельность депутатов и чиновников уже стоила городу 75 миллионов гривен. И это по официальным данным. Каждый водитель знает, что далеко не вся оплата за парковки идет по белому. Часть денег и, возможно, немалое оседает в карманах парковщиков и начальства. В общем, золотое дно для мошенников и покрывающей их власти. Александр Виноградов, Юрий Забияко, телекомпания «Круг». Природная бальнеология – один из лучших источников крепкого здоровья. Согласно официальным источникам, на пляжах Одесского побережья морская вода соответствует санитарным нормам. Купаться можно, а при теплой солнечной погоде необходимо, советуют медики. Согласно данным Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на всех городских пляжах Одессы морская вода соответствует нормативным требованиям и пригодна для морского водопользования. Кроме того, с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобрано 30 проб на санитарно-микробиологические показатели, 15 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам. По информации Департамента здравоохранения Одесского горсовета, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошлой неделе снизилась на 21% по сравнению с предыдущей неделей и составила 126 случаев. Из заболевших 65% составляют дети, большинство в возрасте от 1 до 4 лет. Большинство случаев заболеваний связаны с употреблением готовых домашних блюд, с нарушением технологии приготовления и хранения немытых овощей и фруктов, молочных и мясных продуктов, приобретенных на стихийных рынках. Одесситы стали меньше болеть от некачественной пищи, но не перестали заражаться корью. На прошлой неделе корью заболели 58 одесситов, в числе которых 29 детей в возрасте до 17 лет. Всего с начала текущего года по состоянию на 23 мая в Одессе зарегистрированы 896 случаев заболеваний корью. Из них 45,5% составили дети. Наибольшее количество больных корью зарегистрировано среди детей в возрасте от 1 до 4 лет и среди взрослых. Подавляющее большинство больных не были привиты от кори. Клубный чемпионат Украины по классическим и быстрым шахматам состоялся в Черноморске. Одесская шахматная школа подтвердила высокий уровень мастерства. В одной из дисциплин наша команда «Папашон» с минимальным отрывом заняла второе место. На чемпионат собрались 16 команд из 7 областей. Игры в первой номинации «Классики» с длинным контрольным времени продолжались 9 дней. Победила команда Федерации шахмат Киева, куда вошли многие из ведущих игроков страны. На втором месте «Кривбас» из «Кривого рога». Соревнования в быстрых шахматах «Рапид» принесли победу «Кривбасу». Серебряным призером «Рапида» стала одесская команда «Папашон». В ее составе международные гроссмейстеры Станислав Савченко, Михаил Голубев и Николай Легкий. Мастера и кандидаты в мастера спорта. У нас было два основных конкурента. Команда «Кривбас» «Кривой рог» и команда «Винницкие волки» из Винницы. «Кривбасу» мы проиграли с минимальным отрывом. У Винницы мы выиграли, в принципе, я считаю, без особых проблем. По мнению главного арбитра, чемпионат в Черноморске организован на высоком уровне. Что касается участия одесситов, у областной федерации шахмат есть еще неиспользованные резервы. Как рассказал главный арбитр, идет омоложение украинских шахмат. Очередной чемпионат подтвердил, что молодые составляют очень серьезную конкуренцию ветеранам и среднему поколению. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг». Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телерадиокомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона 340076. Все вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 июня в Одессе переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 23 до 25 градусов тепла.